приветствую охотников за трофеями меня зовут алекс и добро пожаловать на канал fan games вот и настал конец июля и это значит что пора взглянуть на очередную раздачу ps plus essentials или как он должен называться в россии ps плюс основной сегодня я как и всегда расскажу вам о самых интересных сложных и необычных ачивках из представленной подборки чтобы вы могли решить для себя стоит ли браться за получение платины в играх августовской раздачи ps plus 2022 года я вижу что интерес к ps плюс у аудитории потихоньку угасает потому что у многих закончилась подписка и они просто не могут ее продлить говорят что плойка превратилась просто в кирпич ну не знаю ребят лично я взял подписку на 19 bit.ru и вообще не парюсь причем здесь без каких-либо накруток от барыг выходит даже дешевле чем я раньше покупал официально всего 2000 рублей на годовую подписку основного уровня которая как раз и предоставляет доступ к онлайну и трен бесплатным играм в месяц либо можете как и я взять сразу deluxe версию это та в которую входит коллекция из нескольких сотен игр благодаря чему я уже пару вечеров кайфую в долгожданную мной игру про котика в киберпанке stray ну а те игры которых нет подписки можно просто взять на 19 bit.ru в аренду список доступных на сайте игр уже довольно большой и постоянно пополняется плюс по секрету скажу что админ сайта у себя на странице вконтакте часто устраивает конкурсы с халявой разыгрывая игры или годовые подписки мне пока что не повезло ну может быть вам повезет следующий большой конкурс стартует уже 1 августа все ссылочки найдете в описании к ролику только если будете заказывать на сайте не забудьте сказать что пришли от фэнгеймс чтобы еще и скидочку получить 10 процентов на мой вкус в этом месяце аж три кайфовые игры в раздаче и как же я рад ремейку тони холкс про скейтер помню как в детстве затер диск с первой игрой просто до дыр играл дома играл у друга обсуждал с одноклассниками в школе мерился достижениями на том или ином уровне кайф правда когда два года назад реализовался ремейк я как всегда был занят другими играми и гайдами по ним поэтому так и не поиграл в про скейтера и сейчас я реально очень рад этой игре в раздаче не знаю как насчет платины но точно запущу покатать поностальгировать если ты тоже хочешь просто погонять по городу на скейте поделать стильные трюки или поискать секреты на уровнях под кайфовый саундтрек игра позволит тебе насладиться этим сполна а вот если ты захочешь платину придется позадротить игра оказалась на шестом месте в моем топ 10 сложных платин за 2020 год во первых обе игры а их здесь две если вы не поняли из названия необходимо пройти на сто процентов то есть выполнить все задачи найти все фигурки пришельцев и получить золотые медали на всех уровнях во вторых выполнить все челленджи на всех сложностях условием легких челленджей обычно является выполнение определенных комбо или приземлений на определенных уровнях или просто получение золотой медали на уровне хардкорные челленджи потребуют спидранить уровни и набирать много очков за трюки и комбо но этот этап еще вполне выполнен для всех а дальше вас ждут так называемый get there специальные испытания повышенной сложности в них потребуется безошибочно выполнять очень длинные комбо из трюков и именно они составляют основную сложность платины порой вам нужно будет проехать почти всю карту связав ее в одно длинное комбо удачи с этим вторая игра из подборки у меня уже есть и все ачивки в ней я выбил очень давно но это моя персональная рекомендация абсолютно всем интересно среди моих зрителей есть еще те кто без разбора вешает дырку с надписью говно на любую инди игру или все таки здравомыслие начало процветать в общем да это инди игра она проходится всего за три четыре часа но это точно не та игра которая проходится и забывается маленькие кошмары это очень атмосферный и местами жуткий проект с увлекательной историей и держащим в напряжении геймплеем и как по мне очень красиво нарисованный играя за девятилетнюю девочку по имени шестая вам нужно сбежать из чрева таинственного подводного корабля по пути вам предстоит разгадывать головоломки прятаться и сражаться с жуткими противниками в игре нет платины а сто процентов не то чтобы прям хардкорно сложный но заставят напрячься чтобы получить все очистки игру придется пройти дважды первое прохождение лучше совместить с коллекционированием которое здесь представлено в виде номов которых нужно обнимать статуэток которые нужно разбивать и светильников которые нужно зажигать второе прохождение спидран игры меньше чем за час ни разу не умерев звучит довольно хардкорно трофей кстати так и называется hard to the core но еще раз повторюсь вполне выполнимо хоть и придется немного потренить облегчает задачу возможность выгрузки сохранений на флешку в игре не помню уже вроде 5 или 6 уровней вы можете выгружать сейф после каждого успешно пройденного уровня и в случае смерти на следующем просто загружать свой бэкап и пробовать дальше у меня на канале найдете полное прохождение со сбором всех коллекционов и отдельный гайд по спидран трофею ну и наконец праздник для фанатов бандитских разборок японии якуза like a dragon это переосмысление серии с новым главным героем непривычной боевой системой отличный вариант познакомиться с серией всем нефагом чтобы не разбираться в сюжетных хитросплетениях почти десятка предыдущих игр кроме того в якуза like a dragon еще и одна из самых дружелюбных новичку платин наконец-то игру не придется закрывать на сто процентов и выполнять десятки бесячих мини игр но погриндить все же придется иначе бы якуза не была якудзой прежде всего просто проходите игру как вам угодно выпускаемых трофеев нет но лучше все же сразу сделать как можно больше побочных заданий чтобы меньше пришлось гриндить в конце после чего вы окажетесь в режиме премиум adventure это типа такой пост сюжетный режим свободного исследования где вы можете доделать все что не сделали во время сюжета здесь вам необходимо будет прокачать всех членов группы и взаимоотношения с ними и доделать сайт квесты а еще на пост гейме открывается два данжа которые тоже нужно закрыть для платины особенно душный второй данж перед ним придется знатно погриндить разумеется рассказать подробно и учесть все нюансы в такой большой игре в рамках короткого обзора просто невозможно но это и не нужно потому что главный эксперт по якудзе из нашего сообщества уже подготовил для вас полноценный подробный гайд по всем трофеям ссылочку на которые найдете в описании обязательно черканите ему там в комментах что пришли от фангеймс устроим рейд на хороший качественный контент а теперь немного свежей информации для тех кто не подписан на telegram и не читает анонсы которыми я регулярно делюсь первое отвечая на ваши просьбы следующий гайд по платине над которым я уже начал работать будет по игре stray крупных релизов летом все равно нет а stray мне пока что очень нравится в целом ничего сложного но есть пара запарных моментов из-за которых сложность платины будет точно выше тройки второе на канале появился новый плейлист платиновый путь это не гайды а авторские видео в которых я рассказываю о своем опыте получения трофеев в конкретной игре или сразу в целой серии игр легкие видео с юмором моей бомбежкой от сложных трофеев или наоборот высмеиванием банальных и клишированных ачивок очень сильно прошу обратить ваше внимание на свежее видео про платины в серии resident evil над которым я работал последние три месяца в этом ролике я рассказываю о том почему на мой взгляд серия resident evil одна из самых удачных и интересных именно для трофе хантинга жду ваших отзывов чтобы понять заходит ли вам такой контент и что можно улучшить в этих выпусках ну и наконец третье я начал экспериментировать с форматом шорт не переживайте это никак не повлияет на основной контент на канале просто иногда мне в голову приходят идеи которые не тянут на полноценный ролик но их можно быстро реализовать в таком формате минутного видоса в общем хочу посмотреть в долгосрочной перспективе насколько зрителям интересен такой контент и что лично я в данном формате могу вам дать и на этом все как всегда перед вами имена и никнеймы замечательных людей поддержавших меня на бусти за что им огромнейшая благодарность ваша поддержка сейчас хоть как-то позволяет оставаться каналу на плаву покупать новые игры для гайдов и оплачивать подписки увидимся уже совсем скоро в новом видео до встречи good hunter и и и и Продолжение следует...